Минканал в Украине не передает научных новинок. Можете вы устранить этот пробел? Ну, я думаю, что новости все-таки передают, украинские новости передают какие-то научные новинки. Мы не планируем делать пока, по крайней мере, специализированную программу о научных новинках, но в наших проектах, все-таки, как правило жизни, в новостях видно, всегда есть информация о достижениях в области науки, в первую очередь потребительской, это медицина, это какие-то достижения в области продления человеческой жизни, ну и так далее, такого рода. Пока мы не планируем делать. На какие показники вы рассчитываете для шоу Х-Фактор? Хороший вопрос. Ну, так как у нас сегодня, пример, в субботу, и сегодня мы уже знаем цифру, это 21% доли, это означает, впервые в субботнем прайме телеканал собрал такие показатели, что позволило ему занять за субботу первое место среди телеканалов в 2014-19. Я верю в то, что показатели будут расти, программа сделана, она будет очень хорошо, я пережил все эмоции, хотя смотрел я уже там какой-то нацетый раз, я плакал, смеялся, восхищался, поражался, я думаю, что миллионы зрителей испытывали те же чувства. Это очень конкурентное время, очень конкурентный слот, и в нем не просто пробивать себе дорогу, те показатели, нас очень радуют. Посмотрим. Мы будем стараться делать все, чтобы зритель получил удовольствие от рассматривания этой программы. Интересная очень программа, мы вчера с них сама смотрели, а повтор. Нам с вами уже про нас тоже. Да, очень интересно. Чи будете у вас на канале в тём сезоне новей ведущей. Но у нас уже появился новый ведущий новостей, это «Ухлан Вроздов». Скоро мы объявим, у нас зимой стартует «Танк со звёздами», там будут ведущие. У нас стартует шоу «Холостяк» и шоу про похудение. В этих шоу мы сейчас ищем ведущих. Скоро мы объявим, смотря, кто эти ведущие будут. Где холостяка найден уже ведущие, и скоро мы будем готовы сделать публичное оглашение. Это шоу, в котором мужчина выбирает себе жену. Это шоу, в котором мужчина выбирает себе жену. Он ухаживает за девушками, приглашает их на свидания, пытается понравиться, ему влечь их. И с той девушкой, с которой ему это удаётся наилучшим образом, и которая возникает взаимная симпатия и любовь, в конце шоу может и должен сделать предложение, если он девушку полюбит. На что мы все надеемся. Вся команда проекта работает на то, чтобы главный герой полюбил одну из героинь, с которой он будет всё это время общаться. Похудение – это большой проект, в котором около 15-16 участников с избыточным весом, без каких-либо хирургических вмешательств на протяжении 7-8 месяцев кардинально меняет свою жизнь, кардинально меняет свою внешность. Занимаясь спортом, рационально питаясь и борясь за главный приз, который достанется участнику, который наиболее похудеет. Какой приз будет? Денежный приз. Денежный приз. Денежный приз. Такой также приз достанется, этих участников делят две команды, с каждой командой занимается тренер, и также это ещё борьба тренеров, тот тренер, который достигнет наилучших результатов, и также получает приз в конце проекта. Мы надеемся, что проект не просто… Во-первых, люди демонстрируют, по крайней мере, в тех версиях, которые существуют в мире, колоссальную силу воли, но проект поможет миллионам украинцев справиться с лишним весом и покажет что-то возможно, что это здорово и… И не так сложно, как кажется. Ну, а танцы с звёздами – танцы с звёздами. Татьяна спрашивает, когда состоится премьера танцевального мюзикла «Тот самый Мюнхгаузен», когда и где можно будет купить билеты на него? Состоится в ноябре, точную дату я вам пока не скажу, мы на протяжении этой недели уже однозначно с ней определимся. – Билеты? – Билеты можно будет купить в театре. Ну, везде, где продаются билеты на концерты и в театры, будут продаваться билеты на танцевальный мюзикл. – А как вас стоимость стоимость? – Пока не скажу я про стоимость. Мы будем делать всё возможное, чтобы билеты были доступны максимально широкому кругу зрителей. Мюзикл рассчитан на широкий круг просмотра. Я уверен, что мы удивим зрителя. В мюзикле будут присутствовать различные эффекты. Он будет объёмным по решению. На сцене будут полёты. На сцене будет ощущение 3D просмотра этого представления. Ну, мы стараемся. Мы стараемся сделать так, чтобы показать зрителю то, чего он до сегодняшнего дня не видел. То есть там, конечно, будет много танцев, там, конечно, будет много эмоций и переживаний, но там будет ещё и достаточное количество различного рода спецификлов. – Ещё один вопрос. Обычно бывает два состава участников. А как в этом случае? – У нас тоже два состава участников. Есть общая труппа, в которой отдельные участники разучивают две роли. Т.е. когда они не задействованы, ну, т.е. в главных, ну, т.е. есть дублёры на главные роли. – Если всё-таки будет два состава, то какова планируется схема участия первого и второго состава? Например, один день первый, второй день другом? – Нет, нет. Ну, мы пока ещё не планировали там схему участия первого и второго состава. Невозможно одному человеку танцевать, а музыка будет выходить достаточно в плотном режиме, выносить такую нагрузку. Потом выносить по нагрузке, это будет какое-то чередование. Три-четыре спектакля – танцует один человек, три-четыре спектакля – другой человек. Будет такая ситуация. И начинается с жителей.